Друзья, всем привет, на связи с Март. Итак, я нахожусь на улице гвардейца Широница 93. За этим домом был прилет ракеты. Дом очень сильно пострадал от обстрелов. Выбило стекла, вы увидите трещины в квартирах, попадали стены. Жилец дома показал нам квартиры и, к сожалению, здесь люди остались без всяких коммуникаций. Остался только свет, стекла отсутствуют, все позабивали ДСП. И мы в этом видео расскажем вам, как обстоят дела по этому дому. Так что управляемся дальше и показываем вам, как выглядят квартиры. Спасибо всем. Мы продолжаем. Итак, вот так с этой стороны выглядит дом. Дом и так пострадал от обстрелов в начале войны. Как вы видите, соседние дома тоже сильно пострадали. Ну а мы конкретно будем показывать именно этот дом. Видите? Ну а мы отправимся на другую сторону и со стороны прилета вы увидите, как обстоят дела у жильцов и, собственно, в этом доме. Итак, давайте посмотрим. Стекла выбиты, все поставлено на ДСП. Внутри тоже дома потрескали стены. Видите? Конечно, сейчас люди оформляют помощь. Благотворительные фонды, волонтеры помогают людям. А уже сейчас люди регистрируются на восстановление стекол. И надеюсь, что в скором времени благотворительные фонды выдадут какую-то компенсацию. При мне жильцу этого дома звонили уже с британского фонда и предлагали оформить помощь денежных выплат для того, чтобы как-то восстановить стекла. Ну и можно было как-то жить. Несмотря на то, что люди пострадали, тех людей, которые задолжены за электричество, их продолжают им звонить и, к сожалению, требовать выплаты долгов за электричество, да и вообще за все. Я считаю это неправильно, потому что Северная Осадовка и так настрадалась. Такого просто не должно быть. Людям должны сделать какие-то перерасчеты, что-то в этом роде. Потому что люди страдают. Когда страдают люди, это очень плохо. Как видите, вот так все это выглядит. Но мы отправляемся во внутрь, так что как-то так. Итак, друзья, это квартира по улице города Сашираница 93. Как вы видите, от прилета, смотрите, стены, все потрескалось. Так эта ракета не попала сюда, а просто волной, вы видите, вот, как вы видите, такая вот. Вот это буду закрывать, буду демонтировать, обещают. Ага. Ну, это просто не то, что демонтировать, надо вообще как-то снимать и заново все это. А должны поставить заново, буду узнавать, когда буду ставить заново. А документы, документацию, вот эта проведка какая-то еще не проходила, чтобы это... Нет, акт не составляли, ничего не делали. Да. Туда и, да? К соседям уже, да, тут проход, грубо говоря. Еще прохода нет. Еще нет, но... Это тупик, это танец дома. Ага. Вот это я уже поставила. Все. Он упал всегда, сюда заводится. Вот сюда упал. Ага. Что ребят вызвало, ну это за деньги мы делали. Ага. Видите там раму немножко? Да. Видите ли? Да. Вот. Вот. Да, видимо там щели. Ну это рама все равно, наверное, уже, да. Будем там где решать. Жесть просто. Видите, как. У моей соседки вообще вывалился полностью окно. Хотите, пойдем? Да, мы сейчас все снимем. У меня, я уже забила, и балкон с внутренней, и с наружной стороны. Это с той стороны забивались, потому что отсюда боялись, что стена пойдет. Ну да. Вот это не трогаю вообще, боюсь даже. Вот. Ну да. Вот. Не дай бог. Вот. Это демонтировать. Демонтировать надо. Да я тут еще стекла убирала. Хотите? А вы были дома, да, когда? Я на кровати лежала. На меня практически все. Крама-грама упала. У меня еще одна квартира, если я вам покажу, там просто тоже. Пойдемте. Включи, мне люди оставляли, я эту квартиру не смотрела. Угу. Вот так. А шкаф вы видели, как у меня лежат? Я стакли. Вот это вот положила вещи. Ага. Вот это мы сняли, а тут у меня не завязать. Вот так вот, видишь? Я занимаюсь гуманитаркой. Раздаю детям игрушки. Видите, он мягкий. Угу. Потому что вы говорите, что эти вещи здесь лежали. диван нет она там как вылетела вот сюда рамы были люди по неба пострадали еще одна квартира я забивала они должны были запенить они не запили смотрите что творится да тут были людей людей выконтузило очень крепко так вот по разносила чтобы она сильно видите цветки по раскидывала которые вот это я попросила у меня забивали мою квартиру забивали вот эту вот это я наглухо забила балкон забивать не стали он здесь поцарапанный город его поцарапал это новая только люди сделали вот они хотели наглухо меня забить я говорю ребята я а она балконка он уже все туалет много людям ну хорошо тут запенили ну да ну как-то доски набили но муж возмущается и надолго сегодня ходили в двух фондах поравлялись в одном обещаем деньги в другом вот это вылетела полностью это же не депал новую раму ставлю остатки еще а так поставили я так и сказал что на вылетел вот что вылетел вот этот крючок там один крючок там один и тут один огромный аромат как на всю кучку вылетел так вылетел квартиру стена осталось я думаю там уже беспорядок а укрепление там есть на руках он все нормально стоял просто молодежь и чуть-чуть вот раздвинул там маленькая дырочка туда даже в ухо не могла еле прилететь может в ней а это я захожу что-то это же вы делали балкон оно видно что-то сдвинулось и он стоял и смотрела когда они вырвали этот поддон он вырвали нормально мы с парнем вышли ну вышли на балкон он на одном возике был просто дернули все люди убираются у нее папа умер во время войны папа у нее участник военных действий у меня же дом-то у нас военный у нас 36 квартир 18 были ветераны ветераны участники в нем уж тоже афганец ветеран у него на грани из правительства да он 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 видишь все да а седьмом этаже там как вон еще падает что эстераны видят да а их у меня нет надо искать как-то да я сейчас вокруг дома вот так пройдусь сниму тоже я надеемся очень сильно что у меня вот это сделано и сказали в течении недели вырубили мне надо целый кишка мне надо очень много делать работу я в своей квартире никак не могу вообще по-хорошему они должны быстро сделать ремонт дома вообще вы и окна поменяли потому что ну вот видите там где вот место прилетов там на гагарина так там уже и окна меняют людям ну то есть эти молодцы выставляли свою раму а я выставила вот так в подъезд рамы и не закрыла их утром их нету у меня все да эй молодец видите как разобрал может что-то можно верить да это это да Продолжение следует...